У вас воскрес? Воистину. Я сразу спрашиваю, чтобы знать, с кем беседую. У вас эта книга знакома вам? Знакома, но у меня такой нет. Да кому же приобрести? В храмах есть. Она дает ответ на все самые болезненные, самые злободневные вопросы. Притом в Библии нигде не говорится, что может быть, кажется, вероятно, эти слова отсутствуют. А слова есть такие. Так говорит Господь Бог. Двоеточие. Что вы считаете о Екатеринбурге, о ситуации сейчас? А я только что выставил ролик, пять минут назад. Вы зайдите на наш Ютуб и просчитайте. Ютуб называется «Во свете Библии». Не, а что именно вы думаете? Ну вот вы зайдите, посмотрите. Так отвечать это. Там на материалах основано. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Четыре слова. Если мы верим в него, у нас есть уверенность в том, что он не ложно обещал даровать царство Божие. Вот это место, где это, в чат рулетки, то люди приходят сюда. Что они имеют? Они ничего не знают. Половина мужиков голые валяются. Вот я только сейчас зашел в рулетку и в эту, и сразу один спрашивает, а что вы думаете о событиях в Екатеринбурге? Я говорю, пять минут назад я ролик поставил. Ко мне зашел там один преподаватель университета Академии и задал вопрос. Ну а вы так скажите. Ну вы откройте «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Открой канал. Там полностью все сказано. Притом абсолютно нестандартный ответ. А почему? По Библии. Ну вы верующий, наверное, за верующий. Нет, конечно. Я сразу включил маленькие там минуты две Александр Глебович Невзоров, говорит, а ты ист, безбожник. И говорит, правильнее всех. Вот это необычный ответ. И притом оспаривать не надо. Храм там не нужен. Путин уже дал указание там, чтобы разобраться. И уже сразу тише обстановка стала. А тут Майдан настоящий. Еще немного, крови только не хватает. Ну где-нибудь снайпера посадят. Человек десять ухлопает, сразу начнется война. Рубить Россию пополам будут. И все глупости церковные. Храмы. Они нужны храму. Первые христиане в домах молились. Храмы, храмы. И все, деньги, деньги. Вот мы строим православную деревню. У нас церковь. Брат мой священник. У нас с тарелкой не ходят. И ни за крещение, ни за что, ни за свечки. Деньги не идут, а воск покупаем на пасеке. Сливают, выльют свечи сами. И люди благодарят Бога. Работает одна десятина, на которой все основано. Перекрыть там крышу, что-то построить. Мы за свой счет строим дороги. Это вообще невыносимо. Это такая стоимость сегодня. Государство нам за 27 лет ни одного рубля не дали. И ничего, мы живем, мы благодарим Бога, не ругаем правителей. Вот мне Господь позволил создать православный лагерь. Он один на весь Советский Союз был. 45 лет я его начальник. 45 лет. Тысячи детей подняли. И ни рубля ниоткуда. Государство не дало. И что, все здоровые. Ни одного несчастного случая. Ни одного отравления. Каждый день купаются раз 5-6. По деревьям лазят. На конях ездят. Всему учатся. На лодках. А почему с Богом? Мы начинаем молитвы. Встаем рано, в 5 утра. Да в каком детском лагере в 5 утра встают? А у нас так. Кто рано встает, тому Бог дает. Видишь как. И это все вы можете увидеть на нашем Ютубе. У нас большой Ютуб. Во свете Библии называется. 15 300 роликов. Это вообще. В интернете нет такой цифры нигде. Почему? Дела наши позволяют нам это было. Миссионерская поездка. Вот мы в Барнауле живем. До Владивостока и до Лиссабона прошли. Я в каждой библиотеке 650 городов посетили. Дарил 38 моих книг. У меня вышло 38 томов книг. Это не брошюры. Каждая книга 752 страницы. Это все в интернете. И можно жить и не ругать правителей ничего. Жить радостно, весело. Мне 80 лет. 80. А что за плечами 26 лет разных пыток и издевательств от советской власти? Я живой? А почему? Бог. Понимаете? Будущность великая и радостная перед Богом. С кем бы ни говорил, врагов нет. А враги враждуют. А какой он мне враг, если я за него молюсь? А я прошу, Господи, примирись с ним. Вот. Не вмини ему в грех. Он не знает, что худо делает. Вот во свете Библии, если есть возможность, зарядите. Вы сразу выйдете. Подписчиков немного. 37 тысяч только. А посещаемость просмотров 35 миллионов. Во свете Библии вы откроете, сразу увидите. И первое, это будет Екатеринбург. Во свете Библии Игнатий Лапкин. А если вы думаете по скайпу поговорить, вас нужда будет вопросы задать. Игнатий Лапкин, только зарядите. Я один с этой фамилией именем. Вы на меня сразу выйдете. С четырех до четырех по Москве. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Открылась? Сейчас. Увидели, да? Да. Ну, первое, видите, ролик какой. Екатеринбург написано? Я его только что поставил. Меня спрашивал тут один. Он преподаватель в университете, в академии был. Очень грамотный человек. Как на это смотрите? Мой ответ абсолютно не похож на те ответы, которые люди дают. А почему? Я верующий во свете Библии. Так вы за церковь? Чтоб церковь? Нет, конечно. Да как так? Вы же верующий. Верующий я должен разобраться. Они не правы. Путин и то вмешался там. Потому что ненависть рождается. Кому нам нужна такая церковь? Надо, чтобы все было по любви, по согласию в народе. И вот вы прослушайте, какие большие там ролики есть, какие беседы, вопросы, ответы. Вопросы по ответах этих я отвечаю на 4124 вопроса. Представь себе, тысяч. Это я в пяти университетах вел занятия одновременно, в 13 школах, во всех отделах милиции, воинских частях и три радиопрограммы. И вопросами засыпали. И на все надо отвечать по Библии. Поэтому не то, что там я хотел бы этого, а то любому должно быть понятно. И тогда ты по-другому будешь смотреть. Война ли? Скорбь для тебя в армию там возьмут. Ты с Богом. Уповай на Бога. И никуда от православной церкви. Она нам мать. Наше государство, все построено было с влиянием церкви. Таких поэтов дала, писателей, художников. Вот если будут вопросы какие, можете задать. Вот так. Вам это будет очень интересно. Молодому человеку показать путь. Путь спасения во Христе. Вы не стесняйтесь. Вы не стесняйтесь, если вопросы есть жизненные, по писанию, по фильмам. Ну, какой у вас тревожит душу. И я постараюсь вам ответить, как студентам. Вот родители есть, никогда из послушания не выходите. Уходя из дома. Уходя из дома, всегда просите благословения. Живете с отец или мать, благословите меня. А когда двери перекрестился, отрекаюсь от сатаны и всех делаю, всех ангелов его. И иди. Тебе ничего не будет. Господь будет охранять. Ангел-хранитель прострет крылья свои над тобой. Начни правильно жить. Ни с какими там хулиганами не знайся. Никому в дом не заходи. Это элементарно. Потому что слишком много пакостей всякой. Воруют молодых людей и в рабство продают. Размонтируют на счастье, разрезают. А ты с Богом живи. С Богом. Каждый шаг для Бога. Господи, хорошо с тобой будет. Посмотри на звезды, на растения, на животных. Как все мудро устроено. Какая красота. Вот если хотите узнать больше у нас, то есть еще сайт у нас. Тоже во свете Библии. Игнатий Лапкин. Сайт. Сайт. Это через Google надо зайти. Это не в YouTube. Там все книги мои находятся. Фильмы у нас снятые государственные. Вопросы-ответы. Притом вопросы не как-то на 55 папок разбиты. Отдельно учеба, допустим, дети, родители, мусульманство, православие, коммунизм. Какие слова? Ну, 55 папок название. И в каждый вопрос откнешь. А там вопросы. Какой том? Какой вопрос? Ткнул в него, теперь ответ пойдет. То есть очень составлено, грамотно. Ну, программисты работали. И это все для Бога. Сколько людей, которые обратились к Богу. Живое слово, оно касается. Если вопросов нет, может, и расстанемся. Вы заходите на наш канал. И там вам будет интересно посмотреть на самого себя. Вопросов нет? Никаких? Не знаете, да? Ну, если будут, по скайпу зайдите. Игнатий Лапкин. Себе запишите эти слова. И у меня найдете. Я 56 лет несу вот это поприще. Иду по нему. Посмотри как. Хоть там на столе, говорит, слюнями напиши. А потом перепишешь. Игнатий Лапкин. Надо на столе, чтобы всегда было несколько ручек, карандашей и бумага. Вы молоды, и вам вопросы будет жизнь подкидывать. И вы сразу, раз, тебе не найти книги, а я не просто от опыта. Я говорю, что говорит там Библия, патристика, это 300 томов из них. Что говорят жития святых, это 1173 биографии святых за 20 веков. На основании этого. И все это приводится с указанием литературы во свете Библии Игнатий Лапкин. С Богом. Я отхожу. До свидания. Людям уже и не помогает ничего. Ну вот не знаю, как помогает. Я вот этим живу в 56 лет. В 23 года уверовал. И не было ни разу разочарования, что я уверовал в Бога. Что Христос умер за мои грехи. Он изменил жизнь. В России где живем? В город Барнаул. Алтайский край. Вот вы правильно вопрос задали. Где живешь? А другие спрашивают, откуда? Я говорю, я не откуда. Я дома сижу. Даже со стула не слазил. Знаете, мне, может быть, повезло с родителями, с образованием, что хорошее я получил. А у меня отец с матерью вдвоем полкласса не кончили. А отец руки вот так нету с фронта. Десять ребятишек. Вы понимаете, вот у меня отец, например, тоже, да? Вот он из деревни, причем из такой, ну, из белорусской. Вот. И все, что вот он, например, его, правда, уже нету, все, что он достиг, это он сам. А мама с папой у него, ну, моя бабушка с дедушкой, тоже так, грубо говоря, можно сказать, люди были необразованные. А он офицером стал, и все было нормально. Ну, значит... А если ему было получить несколько высших образований, а ума так и не нажить, понимаете? Да. К образованию еще ум нужен бы. Ну, понимаете, тут как, высшее образование, оно с ума не дает, правильно? Ну, многое будешь знать. Без образования-то это уж редко кто что-то знает. Мы же учимся друг у друга по образованию, по книгам, опыт перенимаем. Нет, вы не так меня поняли. Дело в том, что, ну, если человек дурак, да, если он даже и получит образование, ну, я ему говорю, оно будет чисто на бумаге. Вот. А я говорю, высшее образование, оно помогает умному человеку разобраться с помощью книг и, ну, и каких-то там других подручных средств решить проблемы. А если, ну, если он, если оно дурное, как бы он эти книги не читал вдоль, поперек, справа налево, слева направо, снизу вверх, сверху вниз, оно ему все равно не поможет. Да, далековато до Парнаула, не знаю, как и добраться туда, к вам. А вот мы строим православную деревню с нуля, где человек должен доказать, кто думает поселиться, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Ну, попадаются такие экземпляры. Я как-то в краевой администрации сказал, они говорят, так у нас, говорит, ни один не подойдет, статистику даем, в рем, говорит, женщины матерятся, мужчины почти все курят. А вот Бог, Господь освобождает от всего этого, и притом не постепенно, а сразу. Я вот 23 года уверовал, и служил в морфлоте, и работал на Балтике после армии, и в это время мне Библию дали в руки, и Бог меня изменил полностью всю жизнь, сразу, мгновенно. На Балтике служил, да? Да, нет, служил я на Тихом океане, а на Балтике работал. И там обратился в городе Венспилс, Латвия, в 62-м году, 27 сентября. Это для меня новое рождение было. Помогает? Помогает. А вы зарядите на наш Ютуб, зайдите, своими глазами увидите. Ютуб называется «Во свете Библии». А, ну да, я как-то, кажется, видел. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. А вот если вы... Один ролик такой есть, называется «52 года в пути». Венспилс. Я приехал на свою духовную родину, а там дома даже нету. И как я там молился, и кто бы не смотрел, все плачут. Вам не удержать слез своих будет. Ну, я пару видео с вами видел. Ну, значит, видели. У нас очень большой Ютуб. 15 300 роликов. Много. Как у вас там погода сейчас? Весна горят? Да. Ну, у нас сейчас, вот мы, я в данный момент в Барнауле, а вот 2 июня у нас будет День деревни. Вот пригласили, чтобы митрополит приехал. У нас здесь губернатор и прокурор края. Я развез. Развез. Китайцы вас беспокоят, нет? Нет, нет. А то говорят, что уже всю Тайгогу не вывезли. Нисколько, ни одного. У вас там их нету? Нету. А туда Хабаровский край? О, Хабаровский от нас. Это ничего себе. Барнаул-то Хабаровск. Это дальше, чем до Москвы. Ну да, далековато. Да, полностью. Там, да. Там. Мы там были. Мы проехали с книгами. У меня 38 томов вышло из книги моей. Я решил подарить библиотеке мира. И мы из Барнаула доехали до Владивостока, а потом до Лиссабона. Прошли Прибалтику, Скандинавию, Турцию. Я везде дарил полный комплект книг. А один комплект 750 евро стоит. 650 городов посетили. Это за 3 года. А каким образом? На машине газель грузопассажирская. А на границу мы туда контейнер, туда идут, ну специально грузу возят. По 5 тонн примерно, 4,5 тонны книг туда забрасывали. Там ставка люди принимали. А туда возвращались, опять грузились и разъезжались. Все паспорта заграничные оформили в Шенгенскую зону войти. И вот так Бог положил на сердце. Дороги длинные. Мы когда на Восток ездили, у нас в среднем на день получалось 1030 километров. Ложились спать в 10, подъем в 2 ночи. Как люди там принимают? Везде хорошо. Вот чтобы против нас нет. Только в одном месте мужик, интересно такой, она библиотекарь, нам библиотеки нужны. А там выступали мы у них. И мужик говорит, еще привезли. Мы говорим, книги привезли? Эээ, книги. Вы автоматы нам привозите. С чем-то недоволен. А нас даже в милиции тогда была и остановили. Вы не ваххабиты будете, а вы с бородами все. Мы говорим, нет, мы христиане. Мы ездили два миссионера, шофер-дальнобойщик и собака. И что интересно, собака, ну, считается немецкая порода, восточно-европейская овчарка раньше звали ее. Ураган звать его. А я когда-то в уголовном розыске занимался. И взял ее, собаку защипировали, все сделали, документы выпрали на нее. А он сам кинолог, этот хозяин, занимался. После первой поездки собака стала чемпионом Сибири. А из второй вернулись, и сразу на соревнования чемпионом России стала по защитной караульной службе. Я каждый день с ней дорогой занимался. В уголовный розыск как за депо? А? В уголовный розыск как за депо? Ну, как? Да это я сколько лет-то? С 70-е годы с собакой. А собаку подсаживали там в ювелирный магазин, где за нее платили, все. У меня собаки очень хорошие были, первое место занимали. Я любитель этого. У меня три голубятни. Говорят, скотт, мне 80 лет. Спрашивают, откуда вы силу берете? Вчера-то как в Америке, там из Америки связались. Я говорю, я об этом никогда не думаю. Мне радостно, весело. Друзей у меня тысячи и тысячи врагов. Только за последние 8 месяцев мне пришлось заблокировать 9 тысяч человек. Дивизия целая. Сколько неприятелей. Наверное, 250 роликов только против меня составлены в интернете. И ничего они не могли сделать. А что они сделают? Я радуюсь, если вперед иду. Странные люди. Я не понял. А я говорю, странные люди. А что вы им такого сделали? А что сделал? А листину открываю. Я говорю, в церкви только деньги, деньги. У меня брат-то священник. У нас по-другому все. У нас с тарелкой не ходят. Ничего не продается. Ни за крещение, ни за что деньги не берутся. И мы им показываем, можно жить по-другому-то. Не дай деньги, деньги. Работай. Коров больше заводи, земли больше паши. У тебя деньги будут. Мы с нуля начали деревню строить православную. Одна лопата. И лопатой начали ковырять землю. Купили корову. А сейчас техника стоит, машины в каждом почти доме. Интернет, школу. Все за свой счет. Дорогу строим. Тоже за свой счет. А дорогу строить, это сегодня миллионы нужны. Дорогу. Тем более, если там у ямы, там все. Каждый год нанимаем бульдозеры. Работает. Пруды восстанавливаем. Пять прудов восстановили. Рыбу разводим. Все верующие. Детей воспитывать лучше, чем у нас не найти места. Все верующие. Пригляд за детьми. Молодцы. Но вы если зайдете на наш, не на ютуб, а на сайт. Сайт так же называется. Но это через гугл. И вы увидите там государственные фильмы. Три фильма про нас снятые. Один фильм занял документальный. Первое место на международном киноконкурсе. А второй фильм первое место в России. Зайду гляну. Зайдите. Игнатий Лапкин. Во свете Библии. Если будет желание побеседовать, вы зайдете в скайп. Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Я понял. Хорошо. Спасибо вам. Всего хорошего. А с Богом. До свидания.